Здравствуйте! Настал сезон цветения Пурпурат. Сегодня 24 мая и большинство из них распустились. У меня только не распустилась сангвиния, которая темная Пурпурата. Но хотя бы основная масса в строю. Пурпураты на заднем плане, на переднем плане здесь другие гибриды. Буду о каждой рассказывать. Пурпураты дамокрупные, высота цветения наверное метр, это с цветоносами. А сами по себе растения сантиметров 80, это взрослое состояние их. Они могут и поменьше цвести, но в самый пик их 80 сантиметров достигают. Так, ну и по Пурпуратам. Здесь с правой стороны Пурпурата семиальбовая. Честно, большая разница семиальбовая Пурпурата, либо там особо шустериана типовая. В принципе, они все очень похожи. Ну, тут, например, губа более в сиреневую уходит. А вот эта Пурпурата, Пурпурата шустериана. На фотографиях она имеет более сиреневую губу. Хотя по факту, если вот сравнить ту и эту, большой разницы не видно. Ну, растения все высокие, поэтому они в один рядок и стоят. Моя любимая Пурпурата, это Пурпурата Стреата. Вот имеет, вот она чем отличается. У нее идут вот такие вот разводы венозные. Вот такая вот. Размер цветка у нее где-то 18 сантиметров. Она дала мне сейчас два цветоноса. На каждом 3, 4, 5, по 5 цветов. Цветение очень крупное, большое. Тоже одна из любимых Пурпурат. Это Пурпурата в Акхаузере. Вот она тоже имеет отличительную особенность. Это вот такая вот губа голубо-синяя, чернильная. Ну, в общем, очень-очень интересная. Попробую здесь заснять. Вот она. Вот этот венозный рисунок. Камера передает свет один в один. Вот она именно такая есть. Чем-то мне напоминают грозовые тучи. Она очень интересная. Не знаю, как у кого, говорю конкретно об этом растении. Она у меня цветет без чехла вообще. Вот можно увидеть. Выходит, ну, рост вырос. И там начинают расти бутоны. Не всегда это хорошо. Надо следить за... Чтобы не было всяких трипсов. Чтобы они не поели цветонос в это время. Ну, красавица невероятная. Обожаю ее просто. И мне она. Если вот взять историю, как она ко мне попала. Она месяц мне ехала в посылке. Пришла вся помятая. Можно видеть вот эти вот заломы. Она в половину была сложенная, усушенная. Ну, и вот так вот я ее выхаживала. И вот такая красавица получилась. Она у меня была от Хульма. Так. Дальше. Дальше. Вот это Пурпурата типовая. У нее будут еще вон бутоны. Ну, вот сейчас только распустилась. Красавица тоже. Вот о чем я и говорю. Разница между типовой там Симиальбой, Шустырианой. Разницы большой не будет. Все будут красавицы. Так, ну, на Пурпуратах закончим. Здесь у меня энциклия Амдигуа распустилась. Чем хороша? Цветет таким объемным, большим цветением. Пахнет. Пчелки летают. Ну, красота для общей массы. Распускается Гаскелиана Альповая. Вот. Надо ушки немножко вот расправлять. Вот такая вот. Ну, особенности ничего. Альповая Гаскелиана. У нее будут еще вот бутончики идут. Вот они. Здесь Целлогина Аспирата. Красавица Аспирата. Вот такое вот мощное, большое растение. Наверное, громадное. Висит оно у меня вот там вот в углу в теплице, чтобы сильно не мешаться. Ну, когда цветет, я, естественно, выставляю. Цветочки вот такие. Вот цветы крупные. Губа красивая. Ну, попробую это вот опустить, чтобы заснять. Вот такая вот красота. Распустился нежданно-негаданно тендробиум турсифлорум. Маленькая веточка. Ну, вот такие вот птенчики. Так, здесь у нас Целлогина Альбовая Специоза. Вот такая вот. Ну, она у меня часто на видео попадает, потому что цветет хорошо, растет. Тенихооп. Японочка. Ну, второй кустик Альбовой. Здесь цветет очень красивый гибрид Пирковенсис на Шалериану. Один уже цветочек в челке опылили, поэтому пока два уже осталось. И котлея Филипп Хэтч. Это Шалериана на Йеллоу Бёрд. Вот такой красивый гибрид. Сейчас его не делает никто. Ну, может быть, скоро и появится. Потому что очень-очень удачный гибрид. Так, ну и полностью хочу вернуться к каким-то проблемам. Потому что у многих они возникают. Вот тут распускается у меня лобата конкалорная. Вот. Когда распускается, цветок очень маленький. Он сейчас вырастет в два раза. Ну и вот. Особенность такая. Вот висит растение. И тут бах! Отваливаются два листа сверху. Думаю, что такое. Вот такая вот гниль нападает. Чаще бывает при резком смене температур. У нас было холодно. А потом резко жарко. И как бы растение стрессануло. Что получилось? Оно начало гнить. Вот такие вещи я часто не режу. Вернее, не часто я вообще не режу. Я пытаюсь замазать где-то доконилом, где-то другими препаратами. Ну, когда доконила нету. Замазываю и жду, пока оно присохнет. В итоге оно сейчас присохло. Дальше гниль не идет. Потом со временем, со временем это пройдет где-то месяц, мне придется это сделать. Я отделю, конечно, куст. В эту сторону обрежу. А вот эту одну бульбу я отрежу и буду выращивать растения с одной бульбы. Ну, вот такое вот с растениями бывает. И, кстати, очень часто бывает с лобатами. Это уже вторая лобата мне так делает. Еще такая проблема есть у окландиаи и у аметистоглос. Вот это вот они любят так делать. Причем вот со средины куста раз вот. Поэтому советую в такие времена, когда бывают перепады температур очень большие, просто обрабатывать фунгицидами на всякий случай. Для профилактики. Ну, вот такая вот красота. С вами я ей поделилась. Вот тут еще наверху висит целлоген Массанджиана. Одна из самых простых целлоген. Кстати, очень ароматная. Постоянно цветет. Ну, не бывает у меня цветения массового. Она то один цветонос, то другой цветонос. Но достаточно долго. Продолжительное цветение. Ну, и всех хорошего настроения. Пока-пока.